Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили 11 атак российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Петропавловки и Табаевки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Богдановки, Новокалинового, Новобахмутовки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Самые активные бои на Авдеевском направлении россияне снова начали применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты, говорят военные. Обычно в атаке идет два танка и несколько БТРов, БМП, на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, очень редко они могут отходить, а БТР и БМП высаживают пехоту и сами пытаются скрыться. На Авдеевском направлении россияне держат около 40 тысяч военных. Цифры точные назвать не можем, но более 40 тысяч. В общей сложности на Таврическом направлении против нас действует более 160 тысяч оккупантов. Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, в эфире марафона «Еды не новыны». На Херсонском направлении украинские защитники уничтожили российскую систему залпового огня «Град». На южном направлении россияне идут на штурм с бронетехникой только когда получают на это одобрение высшего командования, сообщают украинские силы обороны. Но в целом бронетехнику они пытаются экономить, потому что потери ежедневные, вы можете это видеть по нашим сводкам, у них достаточно серьезные. Даже не применяя бронетехнику в штурмовых действиях, они ее все равно теряют, потому что мы выявляем места ее схопления, места рассредоточения и просто сохранности. И работаем по ней очень прицельно. Напомню, сложность нашей работы как раз в том, что они пытаются прятать технику за нервным населением. Россия не оставляет попыток вести активные штурмовые действия и на Купенском направлении, сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купенского леса и захвате Синьковки. Несмотря на сложную обстановку на Купенском направлении, мы держим оборону и уничтожаем врага. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. В Телеграм. Всего за сутки на передовой произошло 114 боевых столкновений. России не удалось достичь военных успехов в Украине, несмотря на ее последние атаки. Об этом сегодня заявили в НАТО. По нашим оценкам идут интенсивные бои. И хотя последние атаки России разрушительны, они неэффективны в военном отношении. В то же время мы видим существенные военные успехи украинской стороны. Сегодня 694 день того, что Россия считала трехдневной войной. Украина выстояла как суверенное независимое государство в Европе. Они ближе к евроатлантической семье, чем когда-либо. И они нанесли России тяжелые потери. Например, уничтожены тысячи российских танков и единиц бронетехники. Сотни самолетов. Тот факт, что Украина смогла без реального военно-морского флота оттеснить российский Черноморский флот и открыть зерновой коридор, является еще одним огромным достижением. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 373 тысячи человек. За сутки были уничтожены 780 военных, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 38 боевых бронированных машин и десятки другой техники россиян.